всем привет итак в предыдущих паре серий мы максимально стремились закончить полы чтобы можно было удобно и комфортно проживать напольное покрытие в виде ламината 33 класса и были сорваны обои в зале был обработан пол антисептиком и выровнено напольное покрытие и так мы максимально ускоримся чтобы можно было комфортно ходить по новому классному напольному покрытию чтобы это нам не мешало в дальнейшей работе можно было чтобы расставить все 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 вещи которые у нас есть и нам это поможет с легкостью и комфорт там проживать итак собираем вот сыном танки да сам без дула без дула танк дула вон там у меня лежит колбы для фильтров которые пришли пока там скрытый полы живу позаниматься колбами потому что вода реально отвратительно весь кран посмотрите весь в налете ужас просто и каждый день протираешь и без разницы всегда будет вот такой вот а вода пить вообще нельзя и будут вот такие фильтры гейзер так сама саморезы которые штатные 30 миллиметров и вряд ли выдержат потому что здесь толщина 10 миллиметров ну и там соответственно мало это все пришлось колхозить вот такую планку будет она вот вот так вот прикручиваться и потом к ней будет прикручиваться и в стенку тоже сама вот эта система фильтрации крепления поняли вот так вот система фильтрации и сюда то есть двойную жесткость будет чтобы не выломала фильтра здесь очень тяжелые на пятом номере гейзера этого вот так висит планка а теперь она прикручена на 2 на 2 самореза саморезы взял по металлу почему по металлу потому что они в дсп лучше держится чем по дереву так и теперь вот смотрите даже потеки какие вот потеки вот так вот крепится сама система и здесь будет место можно будет что-то поставить и жесткость будет имеется у нас два комплекта фильтров стандарт 10 дюймов фирмы гейзер один комплект номер пять второй комплект с 2 если не ошибаюсь до с 2 у этого стоимость почти под три тысячи рублей у этого стоимость 1390 рублей после того как я купил она подешевела на 200 рублей оба фильтра предполагают очистку жесткой воды в среде работы жесткой воды будем устанавливать тот который подороже посмотрим как это повлияет после работы со всеми колбами времени хватило только лишь на работу с подложкой под ламинат она у нас 5 миллиметровая и на этом день подошел к концу со следующего дня начал самого утра и продолжил до того момента пока не пришел замерщик балкона который сказал что балкон обойдется в 144 тысячи рублей но мы решили использовать эти деньги во благо обустройство квартиры балкон конечно штука хорошая но он подождет 6 января буду укладывать в зале чтобы можно было уже телевизор повесить до обои конечно еще далеко самая главная загвоздка это из-за системы отопления трубы вообще негодные так бы могли уже потолки натянуть но не получится кстати я не уплачивать ламинаты и занимаюсь этим впервой впервые впервой но я что по по коэффициенту 1 и 2 но как расходные материалы на всех сайтах и на источниках пишут что минимальный остаток составляет пять процентов смотрите я уклад коридор и две спальни одна спальня 9 квадратов 2 12 и коридор 17 квадратных метров посмотрите сколько у меня отхода вот вот это вот все и вот три полосочки и вот тоже были полосочки я их сейчас к стенке состыкую минимизирую зазор и отход составит вообще один процент останется вот вот эта кучка это засада не хватает буквально по 7 миллиметров и вот с линейкой с рулеткой сидел 7 миллиметров хотя бы добавить на сторону то есть вот такого зазора мне хватает чтобы плинтус не упирал здесь 1 и 8 сантиметров с той стороны 23 миллиметров и можно было здесь 3 как раз 3 укладывая укладываю укладываю и все и зал был бы закрыт сейчас придется кумекать так вот выглядит кусок который остался сложного то в принципе ничего нет там правда батарея мне вообще интересно почему бы посвете удалили непонятно мне кажется скорее всего батарея не грела и решили убрать перемычку это сейчас буду вскрывать на два раза антисептиком и попробую чего-нибудь добрать сегодня еще нет сегодня наверно только уложить подложку еще вот так вот выглядит уже мне кажется шикарно нет не шикарно обалденно просто обалденно вот так вот я и занимаюсь распиловкой раньше пилил ванной а сейчас пилю вот там были опилок вагон но я после каждого пила подметаю чтобы не растаскивать это все в квартиру не тащить а сейчас вероника закрывает уши и кости снимает поехали пила стоит новая поэтому пилит отменно вот только что поставил новая пила взял по металлу потому что по металлу намного пили лучше чем использовать по дереву аналогичную с таким же зубом и ну и ш и посмотрите какой здесь бетон с крошкой какой-то вообще капец в бетоне вот частицы в общем точно такой же декор на 600 или 650 ватт вообще не справился с коронкой 68 миллиметровой только вот здесь в пгпшки смог а здесь только штукатурку надгрыз и все взял свое старое сверло но блин ржавая уже насколько истертая смотрите здесь даже по факту нечем бурить но будет вообще легко усилий не предлагаю в принципе усилий прилагать и не нужно перфоратор за вас делает свою работу на него давить никогда не нужно даже старым сверлом со стертыми напайками будет вот такой вот толстенный не толстенный а прочный прочный бетон при союзе штукатурка то старая уже здесь даже бухтит а бетон вот такого качества на века так будем вот такой вот 68 мм коронкой по бетону так 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 фирма фирма сибиртех без комментариев очень как говорится не сейчас и сейчас вот на ваших глазах буквально 15 секунд возьми телефон всем поддержит а я побыль соседи я думаю все рады абсолютно с нулевого по самый высокий этаж но я думаю эта процедура займет но пять минут с перерывами крепление для сверла на этом сибиртехе отвратительная болт болт твердость хоть и написано 8 и 8 но я бы сказал что это обычный мебельный блок и сверло такое себе посредственное вот это вот старая подпев она намного лучше этому сверлу не знаю капец я конечно не говорю что им пользуюсь каждый день так но в принципе можно и без коронки я потом так пшикаю и это пыль вся вокруг собирается и я бы сказал не сильно и грязно у нас да сын это сверлый грудик и звеник вообще у меня уши как у карака ненавидят этот звук короче что такое не везет и как с этим бороться что-то не бурится думаю более взял пику и звеник вообще долбил не весело прям не весело и коронкой забил эту арматуру ё-моё поверите час десять наверное где-то потратили приблизительно чтоб вот этим но час десять час пятнадцать это с учетом оборудования что у нас отдыхал абсолютно еще стреляют какой-то маленький а ничего не видно а и закончился в общем вот на раз два три у у нас ушло час пятнадцать времени здесь мы попали в арматуру капец просто коробка не полноценная но я знаю как можно ситуацию исправить все нормально вот полноценная и вот уже полноценно все нормально по по делу вот посмотрите напишите в комментариях что это такое красное она рубится даже плохо вот смотрите черное я не знаю какой-то гранит мрамор я не знаю вот что не знаю то не знаю какие-то камни однозначно вот особенно коричневый видно хорошо посмотрите как будто морские какие-то камни они капец очень прочные и вообще думал что попал в арматуру вот такие вот дела так сегодня сегодня 8 число вчера вот сыном делали три подрозетника этого не будет кому интересно потом все расскажу так сегодня буду грунтовать вот сейчас грунтом вот эти две стены прогрунтую и эту стену отшпаклюю потому что хочу сразу повесить телевизор здесь вот у меня будет камин но такую вот высоту эта розетка будет сразу над камином а здесь вот эта розетка будет спрятана за телевизором вот так подошел сбоку чик-чик отключил и чтобы никаких проводов вообще не торчало и будет красотища папа сейчас продвое поводу чтобы установить камин повесить телевизор и все другое можно было правильно сын я рот освобождаю чтобы там подключение камня вот этой розетки у нас не будет вот мы как врезались вы как в общем сверла со своей задачей справилась сверла это у меня сын называет а я повторю за ним сверла со своей задачей справляется думаю не будет думаю будет стоящей покупкой думаю будет стоящей покупкой и вашим приобретением для пользования в жилье в доме я уже туплю капец так что подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии отвечаю всем до скорого всем пока а и и и и и